Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее актуальными и важными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про предварительные итоги работы общественной палаты нашего района за 2016 год. В общем-то, постараемся кинуть взглядом на работу практически всех комиссий нашей общественной палаты. Так что, если у вас есть какие-либо вопросы, предложения по любой тематике, звоните. Наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня Сергей Михайлович Ерш. Добрый день. Добрый вечер. Сергей Михайлович, член комиссии, которая занимается очень важным направлением ЖКХ. Знаю, что полно абсолютно заявлений у вас всегда было. И сегодня о некоторых из них мы поговорим. Кроме того, Надежда Николаевна Котович. Добрый вечер. Здравствуйте. Надежда Николаевна, заместитель председателя общественной палаты Одинцовского района. Ну и, наверное, Надежда Николаевна объективно будет вам первый вопрос задать. В целом, каким оказался 2016 год для общественной палаты нашего района? 2016 год был очень плодотворным. Было очень много обращений, было очень много мероприятий. Общественная палата принимала участие во всех мероприятиях, проводимых в городском масштабе, в районном масштабе. Мы организовали свои мероприятия от общественной палаты. Благотворительные акции, благотворительные забеги, благотворительные аукционы, благотворительные елки и ряд других мероприятий. Но особое внимание будем исходить из того, какая функция общественной палаты. Общественная палата это некий мостик между органами государственной власти и, будем говорить, народом. И мы вот этот мостик. Мы должны организовать работу так, чтобы как можно ближе сблизить власть с проблемами и задачами, которые на сегодняшний день стоят перед жителями нашего района. — Ну и по итогам, в общем-то, уже не первого года вашего функционирования в таком вот составе, что получается? Удается ли вам этим мостиком действительно быть? Или еще есть какие-то моменты, минусы, которые только предстоит в 2017 году, например, исправить? — Конечно, работа была проведена очень большая. Мостик этот у нас существует. Очень много было достигнуто в 2016 году. Есть, конечно, вопросы, которые еще не решены. В основном это вопросы, которые нужно решать на законодательном уровне. А текущие вопросы, вопросы по здравоохранению, по тем же, по услугам ЖКХ, по социальной политике, по культурной программе. Вот эти вопросы очень многие были решены. Если говорить вообще об обращениях, которые поступают в общественную палату, то их очень много. И в основном эти обращения поступают в такие комиссии, как комиссия по здравоохранению и социальной политике и в комиссию по ЖКХ. — Я, на самом деле, не просто так именно о комиссии по ЖКХ вспомнил. У нас очень много эфиров даже в этом году было посвящено именно работе с проблемными застройщиками, с дорогами, инфраструктурой и многими другими вопросами, которыми именно ваша комиссия занимается. Сергей Михайлович, вот какую-то можно общую статистику? Сколько обращений именно в этом году у вас было? — Ну, в этом году в комиссию по ЖКХ поступило более 300 обращений граждан. Основная тематика, которая была указана в обращениях, это прежде всего налоги и начисление налогов за услуги ЖКХ, начисление квартплаты за услуги ЖКХ, содержание жилого фонда, качество предоставляемых услуг, холодное, горячее водоснабжение. Было очень много обращений перед началом отопительного сезона, обращения по содержанию, ремонту автомобильных дорог, ремонту дворов, вопросы, связанные с предоставлением транспортных услуг. В общем, весь комплекс, тот, который курирует комиссия, в общем-то был людьми, так сказать, востребован. И я еще раз повторюсь, более 300 обращений к нам поступило. Ну, понятно, что определенный запас доверия, конечно, к вам имеется, особенно по результату первых лет вашей работы, но тем не менее, вот интересно понять и узнать. То, что вы сейчас перечисляли, зачастую связано с большими расходами бюджета муниципального. Это работа организаций, которые, в общем-то, довольно глобальными проектами занимаются. Одна только расчистка улиц от снега, да, или прокладывание новых дорог. Это очень дорогостоящие, непростые проекты. Насколько действительно общественная палата в состоянии помочь жителям, которые обращаются вот по таким направлениям? Ну, вы знаете, в общем-то, мы работу строим параллельно. То есть мы работаем непосредственно с человеком, который обратился в палату, и непосредственно уже с исполнителем в лице, то ли управляющей компании, в лице, то ли администрации. Да, тот, на которого зависит решение этого вопроса. Причем, вот вы здесь обращаете на некую финансовую составляющую. Зачастую, в общем-то, здесь связано не столько с финансовой составляющей, как бы, расходами на содержание, там, ремонт и так далее, сколько, в общем-то, с качеством работ, с самой организацией работы и так далее. Потому что зачастую граждане видят вот такое, будем говорить, недобросовестное отношение тех или иных ответственных должностных лиц. И вот здесь вот заставить немножко, подтолкнуть, заострить вот этот момент. Конечно, работа общественной палаты вот в этом, в общем-то, и заключается. Чтобы их услышали, правильно? Чтобы их услышали, да. И отреагировали на то или иное проблему. Да, конечно, в этом, в общем-то, мы видим... А мы толчок. И можно сказать, что действительно именно исполнительные органы, власти, именно ответственные компании, они действительно с вами также работают и общаются, правильно понимаю? Да. Ну, здесь я, Надежда, перебью, не всегда, вы знаете, нас, в общем-то, слышат. Не всегда, да. Вот общественники там и так далее. Но благодаря, наверное, такому последовательному поступанию, то есть если мы берем тему в оборот, так сказать, какой-то себе для решения, то мы ее, как правило, доводим до конца. Хотя зачастую там отписки получаем, там, подождите, некогда, значит, ну, там, завтра, может быть, и так далее. Но вот у нас, допустим, в комиссии по ЖКХ, Надежда знает, да, председатель комиссии, он всегда... Прямо у нас настроены в WhatsApp специальная рассылка сообщений, сразу же, моментально, срочно. И какая-то тема, что взять в обращение, какое-то. То есть мы практически, вот этот промежуток времени получения задания, мы, он, в общем, сведен до минимума. А с кем возникают сложности? С местными властями или, предположим, с какими-то частыми организациями, предположим, компании-застройщики проблемные и так далее? Ну, наверное, Надежда. Знаете, я хочу сказать, что вот у нас в основном, если вопросы касаются услуг, предоставления жилищно-коммунальных, да, вопросов, у нас две такие большие компании в Одинцово, это МУПУ ЖКХ и Трансэншстрой. И вот первое время в Трансэншстрой, да и сейчас, наверное, да, Сережа, если я скажу, не ошибусь, по Трансэншстрой у нас меньше обращений. Их практически, они сигнаны к минимуму. И если мы обращаемся, эти вопросы решаются очень быстро. А вот в МУПУ ЖКХ там уже у нас, конечно, сложнее. Почему? Потому что, во-первых, там постоянно меняются кадры, постоянно меняется руководство. И когда мы начинаем решать вопрос, вы поймите, мы не сразу обращаемся к начальнику. Мы, например, не сразу обращаемся к начальнику МУПУ ЖКХ, вот сейчас Марин Чурк Александр Александрович, мы с ним познакомимся, молодой, грамотный специалист, я думаю, специалист именно в коммунальном хозяйстве. Но мы не сразу к ним обращаемся, мы идем к специалистам по тому или иному вопросу. И я скажу это правильно, я поддержу Сережу, что бывают зачастую такие случаи. С МСЖУ, прямо вот с земли, с тех людей, которые работают непосредственно. Которые непосредственно отвечают за этот вопрос. Ну и тут начинается та же самая волынка, как с жителями, которые уже обратились к нам. Да вы знаете, но мы не знаем, да это может быть так. Ну и тогда, конечно, уже включается у нас немножечко построже и разговор, и поответственнее. И уже мы начинаем требовать. Вот недавно было обращение, мы ходили в МУПУ ЖКХ, вопрос решался, уже было судебное решение. Оно вступило в силу уже год назад, а жительницы не выплатили выплату. Причем, вы знаете, если бы это был обыкновенный житель, это один вопрос. Но когда это касается инвалида, пенсионера, который не может ходить и часами стоять... То есть представители социально незащищенных условий населения. Незаселенных, да, слоев населения. Тут мы подключаемся, решили вопрос. Год не могли решить, и уже когда у нас терпение у самих было на пределе, да. И такое бывает, и зачастую оно бывает. И тогда уже сначала мы начинаем все культурненько, так хорошо. Но наступает период, когда и у тебя уже пришел, все, конец. Этот вопрос надо решить, он же не может решаться годами у нас. Хотя я вам скажу, что есть некоторые обращения, которые решаются не один, не два, не три месяца, а по году. Да, есть такие решения. Вот с этой пенсионеркой мы вопрос решили. Потом у нас есть решения, когда и... Есть вопросы и судебные решения по вселению там пенсионеров, опять незащищенных слоев населения, когда они остаются без жилья, к сожалению. К сожалению, сейчас с приватизацией жилплощади. И очень многие люди остаются на улице, да. И есть такие у нас вопросы. Надежда, надо отметить, что все-таки отношение к общественной палате вот за этот период времени, конечно, совершенно изменилось. Если вначале нас не узнавали там где-то там, ну да, общественная палата и так далее, то надо сейчас отдать должное, конечно, реакция совершенно другая. Достаточно быстро. Бывают моменты, но, как правило, уже отношения совершенно другие. Да, но если вот говорить об обращениях, которые поступают у нас, самое большое количество обращений это по ЖКХ, более трехсот вот за год, в комиссию... Так, а вопросы вот как раз медицины, например... Да, вот я хотела сейчас остановиться на комиссии по здравоохранению, социальной политике, то здесь у нас более четырехсот обращений в год. Очень много обращений. И если вот в первой половине года обращений было много по центральной районной больнице, по оказанию услуг узких, врачей узких специалистов, да, у нас не хватало врачей, не хватало участковых терапевтов, то вот с приходом главврача Ольги Александровны Мюсюкевич, у нас, конечно, ситуация кардионально поменялась в лучшую сторону. Мы работаем в тесном контакте с Ольгой Александровной, она никогда нам не отказывает по любому обращению, говорит, обращайтесь ко мне напрямую, у нас есть ее телефон, и она решает эти вопросы быстро. Эти вопросы, вопросы лекарственного, лекарственного обеспечения, ведь вот эта незащищенная прослойка населения, будем говорить, она должна получать бесплатные лекарства. Очень большой перечень бесплатных лекарств им выписывают рецепта, а лекарств нету. Они не могут ездить по всему Одинцовскому району, у нас тоже налажен контакт с отделом лекарственного обеспечения, и мы звоним, и лекарства, они прям говорят, в какую аптеку можно подъехать и лекарства эти приобрести. То есть вопрос зачастую в том, чтобы человека состыковать с людьми, знающими, которые могут помочь. Да, чтобы он не ходил по Габиевне и не ездил по этим аптекам, а конкретно обращался по адресу конкретному. А во второй половине у нас, наоборот, немножечко поменялась обстановка. Теперь у нас по ЦРБ у нас меньше вопросов, зато очень много вопросов по 123-й медсанчасти, по оказанию медицинских услуг. И вот сейчас мы все эти вопросы скомпоновали. И в плане, в плане, вот, наверное, даже уже в декабре, мы проведем рейд в 123-ю медсанчасть, которая является тоже у нас одной из больших медицинских учреждений в городе Одинцово и оказывает услуги всему району Одинцовскому. И будем разговаривать с руководством. А о чем именно речь? Что не устраивает нашу жизнь? Вы знаете, во-первых, качество услуг, хотя бы те же самые стоматологические услуги. Потом вся сейчас аппаратура, которая, вот мы с обращением поняли, вновь закупленная для медсанчасти, да, она потребовала больших вложений. Ее нужно купать. И в основном людям, людям, но я не могу опять сейчас сказать, что это точно, потому что это еще, но это не один, не одно обращение, а уже несколько обращений таких. И что вот для того, чтобы получить услуги, например, компьютерной томографии, там, УЗИ, очень большой срок предоставления услуг, то есть услуг. Запись. Запись, да. На два месяца. Но если вы хотите сейчас, то, пожалуйста, нужно заплатить. А деньги это не маленькие, деньги это большие. И даже жители Одинцовского района сейчас ставят под вопрос диагнозы, которые им ставят первоначально и предлагают эти услуги. А потом оказывается, что, естественно, если они ставят им такой диагноз, который, понимаете, сразу внушает им какой-то страх, ужас, будем говорить даже такое. И они, естественно, платно делают эти все процедуры. А потом оплатят. Надежда Николаевна, какого характера этот рейд будет, в общем-то, приходить? Рейд этот будет, конечно, в виде... Это будет круглый стол обязательно с представителями той же медсанчасти. У нас есть консультант-эксперт, который работает в комиссии по здравоохранению, представители медицинских учреждений, которые и мы, члены комиссии по здравоохранению, члены Совета НКО, вот куда поступают эти сейчас вот эти обращения. Я расскажу тоже про Совет НКО при Общественной Палате. То есть, я так понимаю, что... Конкретное обращение прямо... Рейд, это вы просто хотите приехать поговорить. Нет, мы хотим поговорить, и мы хотим именно направить руководство этого медицинского учреждения, может быть, немножечко изменить тенденцию в работе. Именно обозначить те проблемные вопросы, вот так я понимаю, Надежда, конкретно, да, то, что люди, так сказать, увидели, да, как-то попытаться... С этими фамилиями, с конкретными, которыми было предложено, да, прям по фактам конкретно, и чтобы в дальнейшем это просто не повторялось. То есть, я так понимаю, по конкретным медсанчасти было много обращений от разных людей, а по времени примерно какой-то конкретный период или в течение года? Да, это вот на... Да нет, вот мы, если бы это в течение года, то мы на эти обращения бы уже обратили внимание и уже проделали определенную работу, а это вот только сейчас, осенью, октябрь-ноябрь. Ну, то есть, такие... Свежие обращения, будем говорить. Да, 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 действительно, период, когда многие действительно заболевают, когда иммунная система страдает и так далее. Люди пошли, условно, скажем, в свою поликлинику родную, и там вот проблема, правильно? Да, и такая проблема. Я понял. Ну, что же, интересно будет узнать о результатах вашего ряда. А часто ли вы вообще вынуждены разные ваши совершенные комиссии действительно выезжать на место и лично знакомиться с ситуацией, на которую вам жалуются или по которой вам вопросы задают? Конечно. Дело в том, что у нас Одинцовский район, 16 поселений, и у нас от общественной палаты, от общественной палаты есть ответственные за каждое поселение. И из каждого поселения Ново-Ивановское, Заречи, к нам поступают обращения. А обращения самые разные. В одном поселении нет банкомата, во втором поселении нет дешевой аптеки. И это действительно так. Мы выезжаем, с этими людьми встречаемся, и это действительно так. И совместно с... Я хотел, да, вот хотел добавить, Надежда, мы просто вот в этом году реально два раза выезжали вот на закрепленные поселения, дважды выезжали для того, чтобы собирать такие круглые столы и услышать мнение жильцов, не просто по обращениям, а просто собраться жильцами. Сергей Михайлович, сейчас проложим тему круглых столов, встреч с жильцами, примем звоночек как раз от нашего зрителя и потом поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот только услышал, как был разговор о местном части, в 23-й. Вот, моя супруга, она работала в этой системе, в метрострое, и обслуживалась этой местном части. Но теперь наступил такой период, что местном части, все основные врачи, окулисты и прочие обслуживаются в основном только входящих в медкомиссии. А остальные граждане всылают, идите куда хотите, сегодня по нашей линии только один человек обслуживается. Остальные ждите завтра, послезавтра и так далее. А если сегодня у человека срочный вопрос, и надо лечиться, что делать? Действительно, спасибо большое за этот звонок. Ну, ситуация, понятно, вопиющая, по крайней мере, в том виде, в котором вы ее нам объясняете. Действительно, вопрос здоровья – это вопрос неприходящий. И человек не выбирает, когда ему заболеть. Если он заболел, он, конечно, хочет, чтобы на налоги, которые он платит, в том числе и деньги, идущие в фонд здравоохранения, в Министерство здравоохранения и так далее, ему хотелось бы, конечно, чтобы на эти деньги, это справедливо, его бы лечили здесь и сейчас. Любопытно, конечно, что вы хотели что-то прокомментировать, да, по этому вопросу? Да, я скажу, потому что этот вопрос у нас уже неоднократно поднимался. Дело в том, что сейчас все считают свои деньги. О, значит, в центральной районной больнице у них свои пациенты прикрепленные, в медсанчасти свои пациенты. То есть вот те полюса, полюса, которые мы получаем, медицинские страховые полюса, по этому полюсу не значит, как раньше, я могу где хочу, там и обслуживаться. Вот сейчас у нас уже в районе такого нет и вообще нигде нет. Прикреплены. Да, мы прикреплены, вот мы все прикреплены к центральной районной больнице. Но я могу открепиться. Вот, например, я сейчас так сделала. Я открепилась и прикрепилась к медсанчасти. Значит, я вам почему говорю, ну это я вам образно говорю, что я. Что для этого нужно? Для этого нужно свое страховое свидетельство взять, паспорт, медицинский полюс, прийти в медсанчасть. Там есть такой кабинетик, прям в регистратуре в поликлинике. Там есть кабинет, где вы напишите заявление и прикрепитесь к медсанчасти. Но тогда вы уже будете обслуживаться только в медсанчасти. То есть теперь нет такого, что мы, если захотели, мы пошли получать услуги в центральную районную больницу, или медсанчасть, или в больницу, поликлинику города Москвы. К какому медицинскому учреждению мы будем прикреплены, там мы и будем получать обслуживание. То есть вот вы захотите в Москву, пожалуйста, берите свой страховой полюс и прикрепляйтесь к поликлинику Москвы. Еще один звоночек от нашего телезрителя. Поговорим с ним, потом продолжим беседу с вами. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я лечусь в первой поликлинике. Вот там есть диспетчерская служба, где могу записаться. Сейчас пишут только к терапевту, а мне предполагаемый терапевт не нужен. Мне нужен эндокринолог, уролог. Можно сделать опять по-сорому, как было. Понял ваш звонок, спасибо большое. Ну, я так понимаю, непросто сделать все, как было. Но, я так понимаю, у вас более развернутый ответ имеется. Ну, скорее всего, я, в общем-то, не берусь сейчас утверждать в какой-то степени, но у меня был просто лично вот такой вот, так сказать, тоже из опыта. Я прикреплен к военной поликлинике, да. И тоже вот хотелось бы там к тому врачу целенаправленно, как мы считаем, когда мы заболеваем, да. У нас есть некое уже, так сказать, свое представление о болезни. Но в регистраторе правильно говорят, вот вы начинаете с терапевта, он вас осматривает, а дальше идет по направлениям. Наверное, это методика, будем говорить, обследования некогда. Более правильно. Когда ваш терапевт прикрепленный, он, общее состояние вашей исследовании, дает назначение конкретно к одному, второму, третьему врачу. Вот, видимо, вот так, наверное. Ну, я предлагаю перейти непосредственно к мероприятиям, в которых общественная палата принимала участие в этом году. В частности, не так давно у нас прошла масштабная реконструкция одного из эпизодов «Битвы под Москвой» в селе Иславское. Общественная палата к нему, насколько я имею информацию, также, в общем-то, приложила, скажем, руку. Я предлагаю сейчас вам, а также нашим телезрителям, посмотреть и вспомнить, как же это было. Военно-мемориальная акция «Рассвет Победы» началась с митинга и возложения цветов к памятнику-обелиску на братской могиле советских воинов. Участники подвели итоги вахты памяти 2016. В этом году в Одинцовском районе найдены останки еще 80 советских солдат. Их жизнь могла быть долгой и счастливой. Ради будущего они принесли ее в жертву. Ради нас, ради каждого, кто стоит здесь, на этом митинге. Ради новых поколений и вечной жизни нашей страны. Мы никогда не забудем этого подвига. Пусть каждый из нас передаст память о нем своим детям, своим внукам, а они, в свою очередь, передадут своим детям. Не случайно местом реконструкции выбрали село Иславское, находившееся всего в двух километрах от линии фронта. На его территории не было боев, но именно там бойцы Красной Армии готовились к решающему наступлению. Подготовка к реконструкции шла несколько недель, а ее масштаб поражал воображение. К началу битую под Москвой обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной. Враг глубоко вторгся в пределы страны и практически дошел до столицы. Планом Гитлера захватить город в первые недели войны не суждено было осуществиться. Поэтому немецкое командование подготовило крупную наступательную операцию под кодовым названием «Тайфун». Фашисты планировали разбить оборону советских войск тремя мощными ударами танковых группировок, после чего уничтожить Красную Армию в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска и выйти к столице. В общей сложности в битве за Москву погибло 926 тысяч человек. И это до сих пор неточные данные. В реконструкции задействовали технику и оружие времен Великой Отечественной войны. Копию немецкого танка Т-2, советские батальонные минометы, немецкий мотоцикл и зенитное орудие. В этом году участие в акции «Рассвет Победы» приняли более 20 военно-патриотических объединений не только из Одинцовского района, но и других регионов России. Что ж, довольно крупное мероприятие, однако, насколько мне известно, за последние месяцы и не единственное крупное, которое вы организовали. Скоро Новый год. Давайте про что-нибудь праздничное. Помню, в прошлом году я снимал материал, также общественные палаты, благотворительные елки вы организовывали. Вот в этом году что-то подобное было у вас. Да, это уже у нас в общественной палате традиция проведения благотворительной елки для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, малообеспеченных семей. И в прошлом году, и в этом году тоже так же мы провели благотворительную... Вчера мы провели благотворительную елку в Горках-Вторых, в Доме молодежи. Это прекрасное здание, красивое, шикарно украшенное. Ну, если говорить, вот так вот рассказать об организации, ну, конечно, мы же не профессиональные артисты, не актеры, но у нас такие трудятся в общественной палате общественники, которые готовы взяться за любую работу. У нас есть очень активные девочки, такие как Степанова Виктория, Оля Лащева, Галя Рязанова, Оксана Маркина, которые написали сценарий, вот по этому году рассказываю, написали очень интересный сценарий, интересную сказку придумали, соответственно, тем, ну, соответственно, тем персонажам костюмы, которые есть в этом доме молодежи. Это было и Алиса, и Кощей Бессмертный, и Цыганки, и Мальвина. Ну, очень много сказочных персонажей. Был интересный концерт. Ну, опять, это все коллективы нашего Одинцовского района. То есть артисты приглашали из каких-то московских театров. Была прекрасно украшена елка, море детей, были куплены хорошие, красивые подарки. Дети все приехали нарядные. Правда, в этом году, в прошлом году, если у нас было задействовано 250 человек, то в этом году из-за болезни, потому что вот идет эпидемия гриппа, приехало только 200 человек детей. Но дети все были очень довольны, очень были радостные. Они принимали участие в конкурсах, в викторинах, в соревнованиях, которые были до именно самого представления проведены. Им было куплено очень много призов. Они за участие почти все получали, да не почти, наверное, все получали призы. А потом вот это сказочное представление. Ростовые куклы, и волк, и котик. Ну, каких только ростовых кукол не было. Дети все с удовольствием фотографировались. Сценарий был интересный, да. Надежда Курлановна, я ведь так понимаю, подобная работа, она не остается незамеченной не только для жителей нашего района, а в области также знакомой с общественной палатой нашего, Одинцовского района. Расскажите, какие у вас отношения вообще с общественниками именно регионально? Будем говорить, что вот когда мы проводим массовые мероприятия, вот, например, проводили лыжную гонку в феврале месяце прошлого года, и мы приглашали общественные палаты области, и было очень радостно отметить, что они окликнулись на наш призыв, они приехали, очень активно приняли участие общественники, общественная палата города Истры. А сейчас, когда вот мы проводим эти массовые мероприятия, мы тоже подключаем. Вот почему мы создали в общественной палате совет НКО, совет некоммерческих организаций при общественной палате Одинцовского района. Потому что общественные организации, у нас же есть районные, они работают, есть московские общественные организации, которые для проведения тех или иных мероприятий привлекают людей со всего района, со всей области московской. Вот, например, проводили мы фестиваль «В будущее без границ», который проходил два дня. Это было в августе, в конце августа этого года в парке Героя России Лазутиной. И принимали, опять, при содействии общественной организации «Ардип». То есть это ассоциация родителей детей инвалидов Подмосковья всего. И к нам в этом фестивале за два дня, в первый день, в одной из суббот, из-за непогоды, мы хотели его отменить, но решили все равно провести, потому что дети уже с родителями приехали. И отменять было это просто некрасиво, нехорошо. И мы этот фестиваль провели. И вот на следующую субботу тоже, и мы всего приняли 7 тысяч человек. 7 тысяч человек. И, знаете, вот самая, конечно, большая, наверное, заслуга работы нашей общественной палаты, самое большое удовольствие мы получаем тогда, когда мы получаем слово благодарности. Не там, где-то на СМИ про нас рассказали, какие мы молодцы. Не там, где-то мы в газете прочли про себя, что вот какая общественная палата у нас, одна из лучших общественной палат в Московской области. А когда люди, которые принимают том или ином мероприятие, и уходят и говорят себе, спасибо вам, наши дети не принимали участие в таких мероприятиях. Ну да, я вот хотел бы надежду еще дополнить о том же последнее мероприятие, в которое участвовала, допустим, наша комиссия. Я выезжал, вот, так сказать, был приглашен. Это, значит, общественный совет при главном управлении дорожного хозяйства. Вот на заседании вот этого общественного совета, тоже под эгидой общественной палаты Московской области, вот состоял заседание. Действительно выступил министр правительства Московской области, дирекция дорожного строительства выступила. Познакомилась с планами дорожного развития, ремонта автомобильных дорог на 2007, 2007 год имеется в виду дорог регионального значения. Но это тоже непосредственное участие. Это нас, в общем-то, видят, приглашают, так сказать, район, который непосредственно, так сказать, развивается вот в этом плане. И мы имели возможность высказать свои предложения по включению тех или иных дорог в программу ремонта 2017 года. Хотелось бы отдельно здесь сказать гражданам о том, что в, будем говорить, в таком общеизвестном сайте, будем говорить, обращение, как добродел, да, который обращается в Сирию. Вот сейчас в Мосавтодоре по заявкам граждан на 2017 год для добродела будет выделена специальная статья на расходы именно на ремонт и тогда, где будут четко реагировать на замечания граждан. Ну что же, Сергей Михайлович, Нежа Николаевна, довольно действительно впечатляющие, получается, масштабные результаты вашей работы за 2016 год у нас, и довольно очевидны. Вижу довольно большие планы на 2017 год намечены. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приезжали. Надеюсь, что, когда мы с вами увидимся уже в новом 2017 году, вы поделитесь и какими-то планами на будущее. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы подводили предварительные итоги работы общественной палаты Одинцовского района за 2016 год. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели или напрямую обращайтесь в общественную палату района на их официальном сайте. Там имеется форма обратной связи, а также адрес электронной почты. Берегите себя и до встречи.